Добрый вечер! В эфире вечерние новости. С вами Рассел Дюссенбеков, сурдоперевод Жангуль Женусова. Для начала, коротко о главном. В семье ведутся работы по установке уличного освещения. Особое внимание уделяется освещению подъездных путей к школам и детским садам. Вынесен приговор мошенникам, обманувшим 93 человека в семье. Они заманивали людей в ловушку через ОЛХ посредством объявлений. Без Харагая открылась новая мечеть, соответствующая современным стандартам. Она стала одной из самых красивых мечетей области Абай. Аким области Абай Нурлан Уранхаев ознакомился с ремонтом котельной Габасова. Работа началась в августе прошлого года. Общая сумма выделенных средств составила 841 миллион тенге. На данный момент завершена установка фильтра и приобретено технологическое оборудование. Также была установлена насосная станция, повышающая давление подачи воды. Будет добавлен новый котел. Два из них будут работать. Также появится еще один водонагреватель. Глава котельной отметил, что четвертый котел должен работать при максимальной нагрузке. В настоящее время ведутся работы по монтажу трубопроводов и газопроводов. Глава региона Нурлан Уранхаев дал положительную оценку ходу работ и поручил завершить все работы в котельной до начала отобительного сезона, сообщили в Акимате области Абай. Сейчас в семье ведутся работы по установке уличного освещения, ремонту и замене вышедших из строя осветительных приборов. Особое внимание уделяется освещению подъездных путей к школам и детским садам. Наша коллега расскажет подробности. В текущем году в рамках реализации программы «Дорога в школу» наружное освещение подключат на всех улицах города, которые ведут к образовательным учреждениям. В настоящий момент завершены работы на шести улицах, в том числе возле школы номер три. На сегодняшний день были установлены более 340 опор освещения, соответственно 340 цветоточек. Вообще планируется осветить 58 улиц. На сегодняшний день были завершены работы по освещению шести улиц и шести объектов образования. А основным направлением является освещение подъездных путей к объектам образования в социальной сфере. Жители города отметили, что раньше на этой улице освещения никогда не было, а теперь детям будет гораздо безопаснее добираться до школы. На этой улице всегда было темно. Сейчас здесь провели работы по освещению. Детям теперь будет хорошо. Безопасно идти в школу и возвращаться домой. Большое спасибо хочу сказать Акиму города за проведенную работу. Мы рады. На ряду с этим в городе также производится замена старых ламп на новые светодиодные лампы, которые позволяют экономить электричество и имеют больший срок службы. Отметим, по поручению Акима города Нурбола Нурсагатова специалисты и руководители отдела ЖКХ ежедневно выезжают и контролируют работу подрядных организаций. Бутагойс Дандыбаева, Анатолий Тернов, телеканал Семей. В Семее на стенах многоэтажных жилых домов наносятся муралы, сообщает пресс-служба Акимата города Семей. Так как наш город издавна считается родиной футбола, на стене дома 15, 408 квартала была нарисована эмблема футбольного клуба Елемай. Также муралы были нарисованы на фасадах жилых домов по адресам улица Чайжунусова, 152, улица Мангалекьель, 10. По словам руководителя отдела жилищной инспекции Дианы Шаяхметовой, в текущем году муралы будут нанесены еще на нескольких зданиях в разных частях города. Отметим, что муралы – это вид искусства, предполагающее нанесение живописных рисунков или граффити на стенах архитектурных сооружений и жилых зданий. В области Абай в 2022 году к систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечено 230 739 человек. Это 38% населения. В этом году данный показатель изменился и количество граждан, занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось на 2%. Об этом в ходе брифинга, организованного региональной службой коммуникации, сообщил руководитель управления физической культуры и спорта области Абай Ержан Аблкасимов. Подробнее в видеоматериале. На сегодняшний день в области Абай планомерно развивается физическая культура и спорт среди всех категорий населения. Идет работа над повышением мастерства спортсменов высокого класса и укрепление материально-технической базы спортивных организаций. Всего в регионе функционирует 1241 спортивный комплекс, в том числе 7 стадионов, 17 спортивных комплексов, 10 плавательных бассейнов, а также спортивные залы, хоккейные корты и ипподромы. В 2022 году Акиматом области Абай для реализации государственного спортивного заказа выделены средства на сумму 208 миллионов тенге. А в 2023 году выделены 1 миллиард 200 миллионов тенге. На данный момент по программе «Артспорт» 46 поставщиков в 16 видах спорта охвачены 3368 детей. В рамках проекта «Аул Ильбе Сегэ» в 2023 году выведены в эксплуатацию 2 физкультурно-оздоровительных комплекса. Это в селе Хайнар и в селе Аксуат. В 2022 году в регионе количество людей с ограниченными возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составило 2500 человек. Или 12,9% от числа людей с особыми потребностями, допущенных к занятиям спортом. В 2023 году показатель увеличился на 0,2%. В области Абай на электронной платформе «Артспорт» реализуется государственный спортивный и творческий заказ для детей и подростков, в котором 34 ребенка с ограниченными возможностями охвачены спортивными секциями. Плюс ко всему открылся клуб для людей с ограниченными возможностями. В первую очередь хотим сказать спасибо за поддержку в открытии спортивных школ Акима области. Основными задачами Управления физической культуры и спорта области Абай являются дальнейшее качественное развитие физической культуры и спорта, открытие интерната для одаренных в спорте детей, детско-юношеских спортивных школ по игровым и национальным видам спорта. Диана Толеу, Анатолий Тернов, телеканал «Семей». Прокуратура Урджарского района области Абай выявила факт хищения бюджетных средств сотрудниками администрации Науалинского детского дома на сумму свыше 6 миллионов тенге. Директор и главный бухгалтер детского дома выплачивали себе повышенную заработную плату, перечисляли завышенные премии и командировочные расходы. Хищение было выявлено в ходе сверки штатного расписания и казначейских отчетов, где и вышла разница между положенной заработной платой и фактически выплаченной. Кроме того, начисляла заработная плата лицам, фактически там не работающим. По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по пунктам 2 и 3 части 3 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Досудебное расследование дела поручено антикоррупционной службе. Подозреваемым грозит наказание до 7 лет лишения свободы запретом занимать определенную должность, сообщает пресс-служба прокуратуры области Абай. Этот факт зафиксирован в годы существования детского дома в Навало. Позже учреждения были объединены и этот детский дом был закрыт. А расследование дела продолжается. Мошенники работают разными способами. В последнее время они нередко пытаются заманить людей в ловушку через ОЛИКС. Они дают объявления на сайт. Тем, кто с ними связываются, они дают обещания и выманивают деньги. Людям, занимающим именно таким видом мошенничества, доверились и отдали свои деньги 93 жителя семьи. В итоге граждане не получили ни обещанных пластиковых окон, ни своих денег. Дело мошенников С и Т рассмотрено в уголовном суде по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса. Им вынесен приговор о лишении свободы на 3 года. Кроме того, они лишились права занимать руководящие и материально ответственные должности в коммерческих организациях. Решение суда еще не вступило в законную силу. Решение суда. Уплачивают предоплату за то, что им еще не выполнили. И в конечном итоге становятся жертвами. Управление образования области Абай и научно-практический центр ДАРН придает большое значение выявлению и поддержке одаренных детей. Стимулированию их научно-исследовательской деятельности открывает возможности для учащихся занимать призовые места в республиканских и международных олимпиадах и конкурсах научных проектов по общеобразовательным предметам. В этом учебном году в республиканском конкурсе исследовательских проектов на областном этапе приняло участие 235 школьников. На республиканском этапе с области Абай 17 школьников, представив 13 научных проектов и завоевав 10 наград, а именно 4 золотые, 3 серебряные, 3 бронзовые медали и 3 грамоты. По итогам участия на республиканском этапе конкурса исследовательских проектов команда области Абай завоевала второе командное место и была удостойна награды «Лучшая команда 2023». Это второе призовое командное место в копилке одаренных детей области. Ранее команда юных математиков завоевала второе место на республиканском математическом турнире «Бастау». 28 июня начинается священный праздник Курбанайт. Курбанайт – это один из главных религиозных праздников для мусульман. В течение трех дней будут совершаться жертвоприношения и пожертвования. В эти дни все относятся друг к другу дружелюбно и призывают общество к доброте. Для всех мусульман Курбанайт – праздник милосердия и добра. В переводе с арабского Курбан означает «приближение», то есть человек очищается, делая добрые дела, тем самым приближаясь к Аллаху. В целом все мусульманские праздники ориентированы на мире и согласии всего человечества. Курбанайт – это означает «приближение к Всевышнему», то есть мусульмане, которые не делали ничего плохого и совершили жертвоприношение, приближаются к Аллаху. Желаю всем семьям благополучия. Жертвоприношение совершается после айт-намаза. Скотт должен быть здоровым. В некоторых случаях разрешается приносить жертву верблюда, козу или корову. После жертвоприношения часть мяса остается у того, кто его совершил, а остальное распределяется между соседями и нуждающимися семьями. Кто должен совершать жертвоприношение? Жертвоприношение – обязанность каждого состоятельного верующего. Чтобы определить, является ли мусульманин таковым, подсчитывается размер его имущества. Он должен иметь около полутора миллиона тенге, помимо тех денег, которые ему нужны. Часть средств отдаются нуждающимся. Сайт kurban2023.kz работает в стране четвертый год. С его помощью каждый желающий может отправить заявку на жертвоприношение. Церемонию проводят сотрудники мечети в специально отведенных местах. Все фиксируется на видео. После этого одну третью мяса отправляют человеку, совершившему жертвенный обряд, а остальное раздается нуждающимся. Заявку могут оставить те, у кого нет времени на жертвоприношение или у кого есть трудности с его организацией. Например, там можно выбрать область Абай и появятся цены на скот. Есть крупный рогатый скот, овцы, козы. Гражданин выбирает то, что ему нужно, и ему выставляется счет. Он перечисляет средства, и в ответ должно прийти уведомление о поступлении средств. Курбанайт начинается на 70-й день после завершения священного месяца Рамазан и продолжается в течение трех дней. В дни Курбанайта каждый мусульманин пытается очиститься от грехов и пойти по правильному пути. Условия для жертвоприношения организовали на рынке Жуламан. Специальное место соответствует всем санитарным требованиям. Бутагост Дандыбаева, Русем Хайратулы, Ельжан Махзумов, Телеканал Семей. В преддверии Курбанайта в Бесхарагай открылась новая мечеть, соответствующая современным стандартам. Она стала одной из самых красивых мечетей области Абай. Подробнее в видеоматериале. В районном центре Бесхарагайского района открылась мечеть на 250 мест, построенная на средства семьи местных предпринимателей и тимгеновых. На открытие мечети собрались местные жители. Также в торжественном мероприятии приняли участие почетные гости, которые поздравили сельчан с открытием нового объекта, выразив благодарность спонсорам. Сегодня в районном центре открывается большая мечеть. Спонсором открытия мечети выступила семья и тимгеновых. На открытии собрался буквально весь район. Выражаем огромную благодарность семье и тимгеновых. Сегодня мы собрались на очень благое мероприятие, на открытие мечети в преддверии Курбанайта. В нашей религии строительство мечети является одним из самых гуманных, очень почитаемых дел. В хадисе у почитаемого пророка есть послание о том, что всякий, кто ради Всевышнего, для нужд людей построит мечеть на земле, за свои благие намерения он получит награду от Всевышнего. Присутствовавшие поблагодарили тех, кто, не жалея сил, способствовал строительству. Затем была проведена торжественная церемония в честь открытия нового объекта, после чего собравшиеся официально ознакомились с новой мечетью и прочитали намаз. Сегодня в нашем Бесхарагайском районе очень знаменательный день. Открылась новая мечеть. Это большая радость. Желаем, чтобы эта мечеть всегда была наполнена народом. Если строить такие хорошие сооружения, то и у района улучшается внешний вид. Старейшины очень этому рады. Поздравляем с открытием новой мечети. Сооруженная мечеть соответствует всем современным стандартам. Есть отдельные помещения для поклонения мужчин и отдельно для женщин. Есть санузел. После открытия мечети в Бесхарагае был дан ас на 500 человек. Ярослав Дюсимбеков, Анатолий Чернов, Телеканал Семей. С 17 по 23 июня в учебно-тренировочном центре «Спас» Карагандинской области прошел 9-й международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбан-2023». В нем приняли участие 45 команд из всех областей страны, более 700 юношей и школьников. Впервые в этом году в мероприятии приняли участие команды Азербайджана и Узбекистана. Подробнее в сюжете. На 9-м международном военно-патриотическом молодежном сборе «Айбан-2023» в учебно-тренировочном центре «Спас» Карагандинской области команды области Абай добились хороших результатов. В связи с этим на железнодорожный вокзал специально приехали родители и друзья молодых солдат. Среди команд, состоящих из детей военнослужащих, военно-патриотический клуб «Жас Барлауше» городской общеобразовательной школы номер 49 занял второе место в командном зачете. Среди команд специализированных мужских лицеев призовое третье место заняла команда «Арлан» мужской школы-лицея-интерната «Жас Улан» имени Шуханова-Лиханова для одаренных детей города семей. Среди военно-патриотических клубов команда области «Абай» Абай-Храндары заняла четвертое место. Наш лицея занял третье место среди семи команд спецшкол и вернулся с призом. Я считаю, что участие команд из других стран означает, что масштабы республиканского военно-патриотического сбора «Айбан» становятся все больше и больше. Он становится все более популярным за рубежом. Мы надеемся и дальше работать совместно с молодежью, с содружеством независимых государств. Как мы заметили, в этом году дети показали еще более высокий уровень подготовки, нежели год назад. Ведь подтянуться 51 раз сможет далеко не каждый ребенок. В нашей команде есть ребята, которые подтянулись 40 раз, 36 раз. Мы считаем, что показатель превысил годовой план. Ребята показали, что они хорошо готовились к этому конкурсу. Команды соревновались в творческих конкурсах, в знаниях робототехники «Смарт Сарбас» и представили короткий видеоролик о своих клубах. Самым интересным были военно-прикладные виды спорта. Участники соревновались в подтягиваниях, подъеме туловища для девочек, стрельбе из пневматической винтовки, в разборке-сборке автомата Калашникова, в выполнении нормативов по защите от оружия массового поражения, военизированные эстафети. Жители нашей области усердно готовились к соревнованиям и заняли призовые места. Мы заняли третье место и путь к нему выдался очень тяжелым. Мы надеемся, что в следующем году наши братья и сестры займут первое место в конкурсе «Айбан». Самым сложным в конкурсе для нас стало соревнование по перетягиванию каната. Хотя мы в нем проиграли, но смогли показать, что мы сильнее в других видах соревнований. Мы заняли третье место на «Айбан Жолдузе». Там мы рассказали о своей земле, о нашем регионе. То есть это родина Абая, семейская земля и столица Алаша. Можно сказать, что мы смогли передать свое искусство жителям других областей. Кроме того, мы показали себя с лучшей стороны. Наша подготовка была на хорошем уровне. Конечно, после прохождения международного уровня мы смогли увидеть подготовку других команд. И мы поставили перед собой новые цели на следующий год. Эмоции были самые лучшие. Таких эмоций у меня, наверное, никогда не было. Я почувствовал мощь нашей команды, нашей армии. Я почувствовал, что эти 15 человек не только могут победить, они могут и переунуть этот мир. И нам горы по колено. Благодаря всесторонней поддержке Управления образованием области Абай, войск регионального командования Востоке и областного департамента по делам обороны, а также усилиями руководителей и членов команд, наши земляки, участвовавшие в международных соревнованиях, смогли показать хорошие результаты. И это были все новости к этому часу. С вами был Ярослав Дюсимбеков, Сурдоперевод, Жангуль Жунусова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»